Всем привет! Меня зовут Иолина. Сегодня видео парфюмерное. Снимаю на улице. Небольшой ветер, но он достаточно теплый, девочки. Извиняюсь, если будут немножечко шуметь. Одену очки, так как все-таки мне светит солнце в лицо, хотя я попыталась тени сеть. Но сегодня поговорим о парфюмерии. Сегодня будет топ-5 ароматов мая месяца. Май месяца у нас такой уже близко к лету, но прям хочется лета. Но у нас здесь лето. Как видите, так и не наступает. Но будем надеяться. Я сделала подборку из пяти ароматов. Будем смотреть. Первый аромат это Prada Infusion Figa. Очень вкусный аромат, потрясающий. Знаете, это вот такой универсальный аромат. Мягкий, спокойный, теплый, современный, добротный, дорогой. В офис, на праздник, куда угодно. У него от классической версии отличает разница то, что у него инжир. Фига это инжир вообще-то. И от классической версии Prada Infusion Iris. Там ирис, который такой, я называю, пудра, пыль. Вот такой пыльненький мешочек немножко. И вот здесь есть такая легкая сладость. Кстати, на рандеву он уже продается. Смотрите, следите, потому что вот он появился. Его быстро разобрали. И мониторьте, добавляйте себе в избранное. Подписывайтесь на их телеграм-канал. Ссылочки в описании оставлю на ароматы также. И не забывайте про мой промокод 10ИАЛИНА, который дает дополнительные 10% и суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Роскошный аромат. Цена на него тоже неплохая. Я тут недавно смотрела шортсы. И в шортсах этот аромат, оказывается, носит Екатерина Варнава. Это ее любимый аромат. Вот я об этом не знала. Видите, из всех Prada Infusion зашел мне только этот прям волшебный топчик. Все, что я хотела. Вот эту горчинку, которую я называю ирис, который в Prada здесь, но он звучит как полынь. Вот представьте, как звучит такая горчащая полынь. Засушенная, полузасушенная. Чтобы не горчило, добавили мягкий инжир. Получается очень красиво. Но он не такой сладкий инжир. Знаете, он просто приятный. Ах, боже, это очень красивый аромат, очень универсальный. Так, ну допустим, у нас пудрово-помадный аромат уже есть. Буду вставить сюда. Смотрим дальше. Дальше у меня второй аромат. Это Loeva Solo Ella. Вообще-то это испанская парфюмерия. Тоже продается на рандеву, разумеется. У меня в версии туалетная вода. Смотрите, кстати, все мои ролики. Там я рассказываю о парфюмерии, которую приобретаю. Роскошный аромат, очень сладкий, приятный. Знаете, стартует таким цитрусом и маракуйей. На мой взгляд, маракуйей. По-моему, что-то там еще такое есть. Красивая розовый пиончик, сахарная вата в серединке. Вот стартует он так маракуйей цитрусово. Потом открывается пион, сладкая вата. Такой немножечко, чуть-чуть от бакары есть. Но потом переходит в такой попсовый аромат. Знаете, вот в такой, как это сказать, Каролина Эрера, дуфелька. Извиняюсь, если ветер шумит. Я надеюсь, в микрофоне все это гасится. И в базе пралине сандал. Еще заявлены ваниль, да, наверное, есть. Но я думаю, что здесь 100% есть мускус. Он красивый, очень мускус. Потому что аромат очень стойкий, достаточно стойкий. Этот аромат средней стойкости. Вообще-то называется лоево, соло. Но не элло, эйя. Читается по-испански. Два элл читается как я. То есть, ну, не читается вообще, короче. Туалетная вода версия. Парфюмерная вода версия хорошая. Но туалетная, она более нежнее. Вот этот сандал, который в базе, он не такой противный. Если кому-то не нравится в Каролине Рейро Туфля вот этот сандал в базе, мне он не нравится. Я Каролину Рейро Туфлю подарила все-таки своей племяннице. Потому что молодежь любит. И вот это тоже прям вот очень такой молодежный. Но знаете, не для девочек 15 лет. Это 20+. Да, вот такие вот девчонки 25. Это вот их прям вообще аромат. Мне очень зашел. Очень красивый. Именно такой цветочный. Долго держится, долго стоит. Девушки мне писали, что многим не нравится версия. Потому что она не эта версия вообще. Вот эта соло Эллы. Это только я. Значит, потому что вот этот сандал в базе противный. Но в версии туалетная вода он хороший. Очень красивый аромат. На мягкую весну вот такую, когда уже, знаете, начинает все цвести. Нам еще вроде бы ничего нет. Фруктов еще нет, да? Но уже все начинает цвести. Вот этот красивый аромат. Тонный в офис и на улицу. Знаете, у него потрясающий шлейф. Держится очень хорошо и очень долго. Так, ну смотрите, у нас здесь ароматы такие. Один пудровый такой, более солидный. Другой более такой веселый, жизнерадостный на выходные, скажем так, праздники. И третий аромат, он должен быть по прохладнее немножко такой нежный, цветочный. Это Мисс Дьюр Блумен Букет. Выбрала именно эту версию, потому что очень нравится. Стартует как обычно, да? Здесь у нас что? Цитрусовый старт такой легкий. Переходит сразу в пион и немножечко, как будто бы заявлена розочка. Ну, наверное, из-за того, что у него такой цвет, да. Но я ее не слышу. Как таковой розы, наверное, нет. Все-таки здесь больше персик. Абрикос нежный. Опять же, цитрусы. Это мандариновские цитрусы. Мандариновые. Мандаринчик такой легкий. Мускус красивый. И девочки Диоры, они довольно прохладные ароматы, в отличие от Шанели. Вот Шанель, если тендер возьмем, он сладенький, такой мягкий. А Диор, Блумен Букет Диор Фрэш. Если вы так хотите чуть-чуть, типа более солидный аромат. Знаете, у меня ощущение, что там мяту добавляют. Потому что они немножко такой холодиночка дают. Такой, знаете, более такой деликатный. И аромат очень нежный, красивый. Тонкий, длинный шлейф имеет на жаркую такую погоду. Если уже в мае будет жарко, приятненький. Знаете, вот очень красивый. Мне не нравится в марте, например, этот аромат. Потому что мускус становится таким, знаете, каким-то холодноватым. Слишком вот изомятый мускус становится, на мой взгляд, как бы подкислящий. Знаете, вот такой. Но когда уже май, все окей. И он плавно может перейти в июньское использование. У меня всегда стоит на полочке 5 ароматов, которые я использую вот на конкретный месяц. Следующим ароматом, конечно же. То есть, ну, вроде как бы у нас что-то легкое, нежное. У нас красивый выходной день. У нас офисный аромат. Нужно что-то очень красивое. Знаете, вот когда хочется сада красивого, цветущего сада. И, знаете, вот, наверное, уже, чтобы все вот это распустилось, наконец-то. И хочется красивой розы. Роскошная, потрясающая роза в аромате Изиа Сислой. Вот это прекрасный аромат. Боже, какой он красивый. Он в таком современном стиле. Обработан очень красиво. Это не классический аромат. Это вот исключительно такой попсовый, знаете. И стартует он цитрусом легонечко. И здесь есть розовый перчик. Помните, я говорила, имбирь или розовый перец, они дают такую аромату, знаете, вот такую остриночку. И здесь вот ощущение, что вот такая красивая роза, знаете, из цветочного магазина. Когда вы заходите вот в этот холодный цветочный магазин, точнее, магазин, вот этот холодильник. И, знаете, там вот такая вот охапка. Кастрюля, в ней стоят розы. Вообще, кстати, девочки, хотел сказать, ароматы очень сложно описывать. Вот на самом деле. Именно так, чтобы не с точки зрения ноты перечислили, да, потому что одни и те же ноты, ароматы звучат по-разному совершенно. А именно с точки зрения, как воспринимает обоняние, какие ассоциации себе рисуют. И вот здесь вот как раз я захожу в магазин цветочный, вот эта хапка, роз в воде, понимаете. Вот именно вот находящиеся декоративные, красивые розы. Именно вот красивые, дорогие. Не чайный куст, не дешевая роза, а очень-очень красивая. И, знаете, это если вот один пшик на себя нанести, этого аромата. Если нанесешь где-то там 3-4 пшика, то получишь просто какую-то оранжерею цветочную, знаете, где не только роза, а просто цветы. Нет никаких фруктов, исключительно цветы. Цветочная, сладкая композиция. Вот не хватает еще только пчелки, знаете, чтобы она села. Я оплодотворила эти цветы. Вот знаете, настолько вот этими пыльцами, тычинками пахнет. Очень красивый, такой роскошный аромат, цветочный. Тут пион, ландыш и жасмин заявлены. Но я думаю, что больше на самом деле здесь цветов, потому что это просто что-то такое цветочное. Немножечко ландыш дает, знаете, мне такое легкое упоминание. Ну, марли, амелиора. Немножечко есть, я думаю, что он такое напоминает. Ландыш, он такой нежный-нежный, тоненький. Но в основном, конечно, здесь опиони, а рози. Очень красивая, деликатная роза, очень сладкий аромат, достаточно стойкий. Красивый, он современный, знаете, вот именно и в офис хорошо. Но, на мой взгляд, это больше днем даже, может быть, в праздничные дни. Но, знаете, наверное, все-таки это больше вечерний аромат. Потому что с красивой вечерней одеждой, это просто что-то вот такое изысканное сладкое, приятное дополнение. Но он достаточно сладкий. И некоторую остринку дает ему перчик, чтобы вот совсем варенье не скатилось. Но в стиле немножко Джорджи Армани Си. Но более дорогое, красивое звучание, так как розочка, розочка, розочка всегда звучит. Если качественная роза, да, сделана дополненного аромата, то есть именно химическая оставляющая. Понятно, что здесь, может, берется розовое масло или я не знаю, что это такое. Но дешевые ароматы, как бы, бывают простецкие ароматы, когда берут дешевую розу делают. И вот это химическое соединение, но не такое интересное. Здесь оно прям благородное, очень красивое. Очень красивый аромат, жалко, я его как-то обходила. Я вообще не подходила к нему, что ли, я не помню. Потрясающий аромат. Ну вот мы смотрим, у меня такая композиция, на самом деле, сладких ароматов, да, вот два сладких. Один свеженький такой, но женственный, легкий. Один с... Это все с фигой. Один с инжиром. И получается, они все немножко сладковаты. И всегда мне, знаете, чтобы уравновесить, хочется какой-то один несладкий совершенно аромат в коллекцию. Я всегда добавляю один несладкий, чтобы, знаете, вот когда ты уже переел этой сладости, а ее хочется, ее не захочется летом. Потому что вот эти фруктово-садовые огороды, да, они совершенно не нужны в летней парфюмерии. Потому что и так ты приезжаешь на дачу, кому-то в гости, и так от всего все благоухает, цветет, все пахнет. Поэтому хочется немножечко каких-то таких цитрусовых больше аккордов, да, которые летом, кстати, звучат значительно лучше. Все цитрусовые ароматы, они звучат зимой, потому что, опять же, вот этот холодный мускус. А летом звучат прекрасно. Поэтому подбираем. И хочу сказать, на разном климате, на влажном климате, например, эта роза звучит более роза, знаете, вот она прям как в воде искупались, даже с кувшинками лилия. Понимаете, вот насколько на разном, получается, климате звучит или на разную погоду. Один и тот же аромат вы можете приобрести зимой и рассказать о нем одно, а летом, а девушка другая живет, например, в другом климате. Или летом его использовала. И у нее будет совершенно другое впечатление об аромате. Понимаете? Поэтому каждый аромат имеет все-таки сезонность. И вот я обычно выбираю 5 штук себе на один месяц, на следующий там другой, потому что все-таки климат меняется, да, и вот погода меняется, точнее. И вот эта трансформация погоды, мы переходим на другие ароматы. Вот, и теперь уже закончу, у меня красивый холодный аромат, совершенно не сладкий. Chanel Chance of Fresh. Мне девушки писали, что зимой он красиво звучит, но я считаю, что он в мае прям вот волшебненько будет звучать. Он не сладкий, он немножечко с мужской ноткой. И знаете почему? Потому что у него есть цитрусовый, просто вот откровенно цитрусовый аромат. Опять же добавлена мята, которая не заявлена, но она точно есть не ментол. Мята ментол, немножко такой, знаете, противненький. Так, кедр есть мужской. Опять же, тут заявлен розовый перец, наверное, чтобы просто вот этот лимончик куда-то задержался, не быстро улетел. Аромат достаточно... У меня парфюмерная вода, достаточно стойкий аромат. Добавлен ветивер и амбра, естественно, мускус. И еще заявлено вроде бы тиковое дерево. Не знаю, по мне так это просто, да, на самом деле кедр и ветивер. Потому что они такие немножко холодные в мужское направление. Знаете, вот тут то же самое. Абсолютно. Единственное, что лимон, скорее всего, сладкий. Знаете, как будто чуть-чуть есть сахар. Вот ощущение, да, какой-то сладкий лимон именно. Не бергамот холодный, а, знаете, вот такой лимончик с сахаром. Прям вот, понимаете, да, о чем я хочу сказать. Лимончик с сахаром добавили в мускус, немножечко кедра. Вот такого, да, вот ветивера чуть-чуть. Хотя ветивер не сильно слышен. Кедра, наверное. Кедр, понимаете, да, что-то такое холодненькое. Опять же, мята тут 100% есть, потому что она дает вот эту холодильку аромату. То есть то, когда вы вдыхаете, как это часто называют водные ноты. Часто в этих водных нотах есть мята, девочки. Она дает, лимон с мятой дает холодную ноту. Так, и перчик розовый. Чуть-чуть его, то есть его не слышно, но я очень люблю розовый перец в ароматах, потому что опять, знаете, не дает вот банальный аромат. Ну, как парфюмерия не банальна. То есть она не простая. То есть ты вроде запах нюхаешь, он красивый, но что-то есть еще, да. Он что-то чем-то цепляет. Еще раз напомню, это либо имбирь, либо розовый перец. Черный перец в ароматах я не люблю. Он некрасиво звучит, аж первым, так хочется сделать, как будто тебе в нос накидали. И хочется чихнуть, то ли от кашлятся, то ли что. Поэтому нет, это минимум джимичо. Ароматы есть как раз вот они с черным перцем. И очень много ниже с черным перцем, которые совершенно, на мой взгляд, неносибельны. В Испании, кстати, любят здесь черный перец. Очень много ароматов с черным перцем. Боже мой, это так ужасно пахнет от людей. Ну, на мой взгляд, я не знаю, конечно, есть любители, но мне не нравится. Красный перец, он звучит совершенно по-другому. Он просто дает остринку. То есть вы не будете от него задыхаться, вы его не на вкус пробуете. Так что такая красота. Это подборка моих пяти ароматов. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка будет в описании. На самом телеграм-канале обсуждаю все покупки, вплоть до вот этой кофточки. Показываю, где я ее примеряла, где я ее купила и сколько это стоит. Так что находитесь там со мной круглая, суточно практически. И там я часто еще, кстати, если на рандеву повышенные скидки, я также там все указываю. Все, девочки, я вас целую, люблю, желаем отличного настроения. Укажите мне топ ваших ароматов на этот месяц, на май месяц. Я вас жду. И встретимся в моем телеграм-канале. И в следующем видео вас целую. Пока-пока.